Субтитры делал DimaTorzok 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 Да, в поиске. Субтитры делал DimaTorzok 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 нормально это чуть-чуть скорее всего никак они радости на него не попадал попадали не общались так посматривал раньше когда мало было блогеров он уложить один из основоположников этого диалоги русского движения ну да три с половиной года уже смотрите интересно я вижу вы разбирать и блогер тогда с вами интересно поговорить вот у российских блогеров 1 так как говорится тенденция развития украины фаная в россии кто раньше зашел в этот бизнес на вот четвертое измерение колхоз партизан они кто продолжает активность они по-прежнему популярны поскольку они сразу набрали себе в свое время значит подписчиков и зрителей когда еще мало было когда не было большой конкуренции набрали и держит и но это нормально это нормальная ситуация ты завоевал рынок ты его держишь вот некоторые векторе сошли там ткатков такой был он немножко так сказать опростовал тоже в одних из некоторые ушли в брутальность но вот эти вот держатся да а у краблогеров наоборот я вот заметил тенденции чем раскрученнее блогер чем больше у него подписчиков тем они безграмотнее и наоборот среди мелких украблогеров есть довольно грамотные блогеры посмотрите у меня вот темная личность хоть он оппонент мой политический он за христа тысяч которые звездочка имеет серебряную кнопочку у них нет ни одного которого можем было назвать интеллектуалом и один это одесская хонтез который в принципе способен к адекватного два тролля два тролля это луганский полтавы которые распределили свои обязанности типа полтава это для простонародья тролль а луганский с претензией на интеллигенции троллинг с претензией на интеллигенции нет но есть еще один есть еще один гид олесь нет я имею у это лес не является серебряная кнопочка из и из 4 из тех у кого больше 100 тысяч это дикобраз вот это апофеоз безграмотности ну вот смотрите я сейчас послушалась ну давайте в ваше возражение нет нет у меня нет возражения я вас слушаю это политически это во-первых бухгалтер который не знает что такое факториал во вторых это политический блогер который до 1 диалога со мной не знал что сша и канада этой федерации у меня если посмотрите в роликах у меня в конце смотрите бонусы и в этих… в бонусах у меня есть отжиги угроблоггеров это вам будет интересно то есть не когда заканчивается беседы вы не выключаете там есть потом идут бонусы и в бонусах отжиги угроблогеров декабраход довольно часто встречается посмотреть обязательно посмотрите есть отдельный ролик там на третьем канале уже говорю разберетесь вот то есть такая тенденция чем меньше раскрученный блогер тема тем умнее тем умнее и вот свои такая вот ну конечно там полтава луганского это особый случай их просто раскручивает партии евросолидарность а подала вообще присутствует там и луганской раньше его пиарил 5 канал пороха тут особый случай раскрученности ну вот самое интересное луганский раньше приводил 2 2 блогеров на свое шоу если вы видели дикобраза и лапа тиви вот лапа тиви нет и хоть он это я не слышал ну ну слышал такого лапа тиви и у них не слышу не слышал он довольно грубый но с блогерами с оппонентами со мной он общается довольно прилично у меня тоже есть с ним диалог диалог с блогером лапа тиви посмотрите ну я его считаю довольно умным хоть он и хоть он и оппонент политически но довольно разумные то есть у него есть логическое мышление в отличие от дикобраза но пуль как он туда попал непонятно но попал вместе с дикобразом так полтава подходит к ним двоим здоровается а представляет только дикобраза вот блогер старый дикобраз подписывайтесь а про лапа тебя даже ни слова не сказал но почему так интересно чего потому что полтава у него должны быть не какие-то позитивные качества его позитивным качеством я бы отнес блогерской интуиции он заранее чувствуется полтава дикобраз ему не конкурент виду его безграмотности поэтому его можно пиарить понятно а вот лапу не а лапать он мужик то соображает вы посмотрите посмотрим если диалог там видно что намного более те кто и интеллектуальный чем интеллектуальный я понял он его новой не будет представлять зачем как конкурентов растить а дикобраз не конкурент это понятное дело я вы знаете я сегодня днем общался с человеком он из одессы жена у него из тернополя и вот и и он приехал ну в донецкую область защищать украину я с ним общался где-то минут 40 и вы знаете я не у меня не было желание его заткнуть потому что он первое что спросил горит ты воевал я говорю нет я не воевал я не воевал потом а он говорит а почему я говорю потому что это не моя война это не моя война это вообще дурость ну я это мое мнение я его прослушал 40 минут а потом все равно вот он же меня не убедил и у меня все равно осадок зачем он приезжал вот к чему он приезжал ну да вот что он делал на моей земле я же не поехал в одессу к нему учить его как ленин где он должен стоять какие улицы должны быть а он полгода был на моей земле он горит да я бабушкам там помогал дедушкам помогал но это хорошо но за зачем ну да мы бы сами помогли да да хорошо и раз уж хотите рушницу найти ловите приятно было с вами побеседовать жду вас на канале на своем олег 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 а по отчеству по отчеству не нужно не нужно олег олег достаточно понял меня подпишитесь на канал и я уже подписал я и оставляйте комменты там понял подписал если главного там еще видите ссылку на остальные каналы будут сразу же на главной на главной странице у вас тоже баня ладно всех благ ваш вам да дурака валяне разговаривают разговаривают ну чему же тогда утилитарным государством район утилитарными за великобританья утилитарными государством германии утилитарные государства у них есть и В Воронеж передали в 1922 году. В Воронежской области. А в 1922 году Львовская область где была? В Австро-Венгрии. Опа, так это не было еще. Ну еще. В соседней стране 70 миллионов. Они нас ненавидят за это, за то, что мы живем хорошо. Ненавидят. И будут ненавидеть всегда. Просто потому, что мы есть и живем хорошо. Ты черная жопа. Мне не нравится черная жопа. Ты черная жопа. Наверно зря жалел Деникин хамов. Их надо было брозгать да плетьми. А вот теперь ни воинство, ни храмов. Мократия помойки. Диктует моду на мораль. Мне наплевать, а сердцу горько. За станицы родные, за луга. Заливные, да за царскую отчину. Паркашовский был. Был сделан украинским угодом и членом. Пытаясь. Да. Да. Украину, кто... Да, он осознан. Группа экономического... И по конституции еще раз заявляю. Власть Харьковской области четвертая и сильная. Мы не позволим никому учиться жить. Я заверяю вас. Харьковской области не будет ни Донецкой, ни Гвоздкой власти. Будет только Харьковская... Будет только Харьковская область. Но ты мне улица родная. И мне погоду дорога. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.